Когда температура за окном 30 градусов, спасением от зноя становится прохлада. Сегодня в Черкесске заработали фонтаны. Изменился облик республиканской столицы и настроение многих ее жителей. Смотрите подробности. Строи воды разлетались в воздухе, даря прохладу и привлекая к себе детвору. Первым в республиканской столице был открыт фонтан на площади перед мэрией. Этот единственный в республике светомузыкальный фонтан, открытый в 2009 году, во многом определяет архитектурный облик столицы. Все фонтаны Черкеска прошли диагностику в апреле, были готовы к эксплуатации еще в мае, но не были запущены из-за пандемии. Наша компания обслуживает три фонтана в городе. Это фонтан перед мэрией, в центральном парке фонтан и фонтан на переулке Одесском. Все фонтаны готовы, в полной работе. Сегодня будем запускать все. Для того, чтобы вода не застаивалась, необходимо при данных температурах добавлять химикатов. Они могут принести небольшой вред здоровью, но тем не менее, хотелось бы предупредить всех, что купание в фонтане нежелательно. В отличие от детей, которые стремятся в воду, несмотря ни на какие запреты, житель Черкеска Валерий Бирюков любуется фонтаном на расстоянии. Я шел по дороге, увидел на расстоянии, аж радостно было, что его открыли, что чуть-чуть увлажнение будет в этом районе. И это естественный вот такой процесс, когда что-то приятное, по-моему, и многим другим должно быть так же. Водичка есть водичка, без воды и ни туды, ни суды. Каскады водяных струй в фонтанах Черкеска будут радовать жителей и гостей республиканской столицы до окончания летнего сезона. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.